Это программа «День с толком» в студии Елены Макаренко. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Трагедия на Барнаульском заводе. Из-за разрыва детали погиб слесарь-ремонтник. Больше 30 объектов в каких районах откроют новые больницы и поликлиники до конца года. Конференции, выставки, концерты «Алтайский край» – центр празднования 150-летия Николая Рериха в России. Многие автомобилисты края пренебрегают безопасностью своей, пассажиров и пешеходов. Так, по данным Краевого управления ГИБДД, за первые 8 дней января в состоянии алкогольного опьянения находилось 250 водителей. Все новогодние праздники сотрудники госавтоинспекции ежедневно проводили профилактические рейды «Нетрезвый водитель» и «Детское кресло». За этот период в регионе проверили в целом полторы тысячи водителей. 250 из них, в том числе 58 в Барнауле, были в состоянии алкогольного опьянения. Для обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники госавтоинспекции непрерывно ведут профилактическую работу и несут службу в усиленном режиме. В праздничные дни и в условиях непогоды на дорогах региона работало более 40 экипажей, в составе которых были задействованы порядка 300 сотрудников. В Барнауле также выявили 105 нарушителей перевозки детей. Госавтоинспекция убедительно просит водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии и напоминает, что за подобное правонарушение автомобилистов ждет не только административная, но и уголовная ответственность вплоть до лишения свободы. На шинном заводе в Барнауле погиб 30-летний рабочий. Об этом сообщает Следственный комитет края. Правоохранители, в частности, выяснили, что ЧП произошло во время испытания станка, на который установили новую деталь. Ее разорвало и часть детали попала в голову слесарю-ремонтнику. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Идет проверка. Следователи осмотрели место ЧП, опросили свидетелей, изъяли документы. В ходе проверки предстоит дать юридическую оценку действиям должностных лиц предприятия, в обязанности которых входит контроль за соблюдением правил охраны труда и безопасности на производстве. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее сообщалось, что 10 января в Барнауле на шинном комбинате произошел пожар. В одном из цехов замкнул электродвигатель. Работники с помощью огнетушителей потушили возгорание до приезда пожарных. В Барнауле у семьи чуть не забрали ребенка из-за того, что они жили в аварийном доме. Об этой истории мы рассказывали неоднократно. Супруги Мартын получили компенсацию, но счастливый переезд не случился. Семье не хватило денег на покупку жилья, и она продолжала жить в аварийном доме. Подробности далее. Теперь все это можно забыть, как страшный сон. Семью Мартын еще недавно хотели лишить родительских прав. Семья проживала в аварийном доме. Супруги получили компенсацию, примерно 3 миллиона рублей. Но так как купить квартиру в современных реалиях Барнаула на эти деньги невозможно, семья не покидала свой дом. Именно это стало для опеки поводом для лишения прав, ведь 10-летний ребенок проживает в небезопасных условиях. У нас не совершеннолетний ребенок. Он должен изначально были дать жилье, а не компенсацию. И не было бы этих ни судов, ничего. Акцент ставили на том, что да, у меня проблемы со здоровьем, и поэтому я плохой родитель. Я говорю, так у нас все страны, а тогда плохие родители, раз у всех со здоровьем плохо. Суд встал на сторону родителей. Однако осенью все же пришлось принудительно покинуть старый дом. Теперь семья вынуждена снимать квартиру за 25 тысяч в месяц. А на ту компенсацию так ничего и не могут купить. Похожая ситуация у соседки по несчастью. Наталья Чемоданова жила недалеко от Елены Мартын. Ее дом тоже был признан аварийным. И по той же причине, что и семья Мартын, Наталья оставалась в квартире до конца. Осенью в ее дверь также настойчиво постучали. Суд встал на сторону родителей. 8 ноября Наталью и ее супруга выселили. Перспектива на ближайшее время – жилье маневренного фонда. Это очень маленькая клетушечка, тараканы, алкаши. Нет условий, какие у меня были даже в моем аварийном доме. Там не душ, просто поддон для того, чтобы принять, ополоснуться. Тут же поддон, тут же унитаз и входная дверь. Елена и Наталья не опускают руки. Они продолжают обращаться к властям, ведут социальные сети. Да и что еще остается людям, которые потеряли свой дом? К этой истории мы еще обязательно вернемся. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. Почти 30 ФАПов и врачебных амбулаторий планируют построить в Алтайском крае в этом году. Причем, по словам министра здравоохранения региона, до конца 2024-го все объекты должны быть уже введены в эксплуатацию. Строить такие небольшие объекты, отметил министр, недолго, 3-4 месяца. Помимо них, в этом году продолжат строительство поликлиник, которые начали возводить еще в 2023-м. Это Камень на Айби, это Олейск, это Смоленский район, это Зональный район. Плюс в этом году мы дополнительно должны закончить проектирование и торговаться по строительству двух поликлиник в городе Барнауле. Это 9-я взрослая поликлиника и в Мамонтовском районе, соответственно, центральная районная больница. Обе поликлиники планируют ввести в эксплуатацию в 2025-м году. Ну а в 2024-м завершат капремонт Барнаульской поликлиники при больнице скорой медицинской помощи номер 2, который стартовал в прошлом году. Дмитрий Попов отметил, что всего в Алтайском крае уже возвели более 80 объектов здравоохранения. В этом и в следующих годах планируют построить еще около 60, причем разной мощности. Точные даты сдачи 14-й Барнаульской поликлиники министр пока не назвал, но, скорее всего, объект сдадут до конца месяца. Завтра в России будут отмечать День печати. Профессиональный праздник всех, кто работает с информацией. Журналистов, корректоров, издателей, редакторов, а в последнее время еще и блогеров. В честь этого события в нашем регионе отметили лучших работников сферы. Кто в их числе? Смотрите далее. 320 лет назад вышла первая российская газета, основанная Петром Первым. С тех пор профессия журналиста пережила не одну трансформацию. Расширялась жанрова по числу специалистов и даже с точки зрения конкуренции. В последние годы на пятки пишущие профессиональные братья наступали блогеры, а сейчас еще и искусственный интеллект. Но, несмотря ни на происки конкурентов, ни на разные ограничения, профессия живет. Только в нашем регионе в сфере СМИ трудятся тысячи человек. А в прошлом году активную деятельность начал Краевой союз журналистов. Главная наша цель – это защита социальных и трудовых прав журналистов, их безопасность, поддержка этических и профессиональных стандартов. Мы находимся в поиске необходимых и полезных для СМИ решений по разным профессиональным вопросам. В новом 2024 году мы планируем сделать Алтайский союз журналистов главной площадкой для обмена профессиональными мнениями и опытом в регионе. А опытных представителей профессии у нас достаточно. Так, ушедший 2023 выдался удачным и для нашей редакции. Накануне профессионального праздника Дня печати корреспондентам телеканала «Толк» вручили дипломы первой и второй степени в краевом конкурсе. Жюри отметила не только наши сюжеты, но и программы. Внимание и место на пьедестале удостоилась новая рубрика «Я раскаиваюсь», уникальная для алтайского телевидения. Я раскаиваюсь. Один из самых просматриваемых проектов на нашем телеканале, на ютюбе, в социальных сетях его смотрят, но при этом критикуют. И то, что я раскаиваюсь, оценили на таком высоком уровне в союзе журналистов Алтайского края, лишь подтверждает мою мысль о том, что эту работу нужно продолжать. Победителями первого конкурса Алтайского отделения союза журналистов России стали 10 журналистов из Барнаула, Бийска, Камни-Наби, Благовещенского и Ребрихинского районов. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком. Алтайский край станет центром празднования 150-летия Николая Рериха в России. Какие мероприятия, посвященные юбилею известного в мире художника и общественного деятеля, пройдут в нашем регионе, накануне рассказали журналистам. Древнерусские восточные традиции, красота живой природы. С пейзажами Николая Рериха знаком весь мир. В этом году исполняется 150 лет с дня рождения выдающегося художника, мыслителя, писателя, путешественника. С Алтаем Рерих связан прочно. В 20-е годы прошлого столетия он отправился в экспедицию по Центральной Азии, исследовать молодоступные районы и искать волшебную страну Беловодье. За пять лет он преодолел 25 тысяч километров. Путь его проходил через алтайские города и села. В честь 150-летия со дня рождения Рериха по всей стране пройдут памятные мероприятия. Алтайский край станет центром празднования. Мероприятия пройдут в два этапа. Первый в апреле, второй в октябре. 13 апреля здесь, в Государственном музее истории искусства, литературы и культуры Алтая, будет открыта выставка культурных ценностей, которые нам предоставит Владимир Андреевич Росов. Ну и, конечно, наверное, самой привлекательной для широкого зрителя станет выставка подлинных работ Рериха из Музея Востока, город Москва. Более 90 работ будут представлены, соответственно, на площадке музея-город в зале, который находится на Два Толстого. В апреле запланирована научная конференция, концертная программа, классные часы во всех школах региона, на которых детей будут знакомить с многогранной личностью Рериха. Не менее насыщенной будет программа и в октябре. Государственный художественный музей представит нам выставку художников Ивзы Рудзитты и Леопольда Цесюлевича. Известные художники наши. Их работы в фонде музея имеются и тот и другой являются последовательными Рериха. И поэтому их творчество вот так вот отдельно мы решили представить на музейной выставке в художественном музее. Кружки, шоперы, шапки, ручки, наклейки, блокноты. Дизайнеры разработали фирменную символику года Рериха. Сувенирная продукция ярких сочных оттенков в цветовой палитре художника. В образное решение вошли его, безусловно, картины. То есть его картины преимущественно это, конечно, пейзажные работы, которые включают изображения Алтая, Тибета, то есть горные массивы. И, собственно, сама графика, она основана именно на вот этих вот, скажем так, грубых, достаточно ломаных линиях горных пейзажей. Сувенирную продукцию жители края смогут приобрести уже весной на празднике цветения моральника. А в Барнауле установят памятный знак, посвященный 150-летию известного мыслителя. И среди планов городской администрации это возведение такого арт-объекта, посвященного 150-летию Рериха на территории Приречного сквера, недалеко от нас, в местах, где сам Рерих был. Сейчас идет разработка проекта этого памятника. Ну, не памятника, а именно скульптуры такой из природных материалов, из камней. На Бирюзовой Катуни сейчас продолжают обустраивать парк, посвященный Рериху. Здесь оборудуют пешеходные зоны, скамейки, тематические стенды. В туристско-рекреационной зоне появится даже театр. По мнению специалистов, это однозначно повысит интерес путешественников к Алтайскому краю и Республике Алтай. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком. За новогодние выходные Лебединое озеро в Советском районе посетило около 10 тысяч человек. Это больше, чем в прошлые годы. Среди приезжих не только жители нашего края, но и гости из других регионов. Республики Алтай, Новосибирской и Кемеровской областей. Люди приезжают с семьями, организованными и спонтанными компаниями, чтобы полюбоваться на благородных пернатах. Каждую зиму здесь проживает около 900 птиц. И это не только лебеди-кликуны, но также утки-селезни. Посмотреть на них и покормить сейчас стало удобнее. В декабре на озере появился специальный пункт обогрева, где можно выпить чай или подзарядить телефон. Высокий спрос ажиотаж. Этому поспособствовала в том числе довольно мягкая погода, несмотря на имеющиеся сложности ветровые, бураны. Но люди активно идут смотреть, им нравится. Лебеди, соответственно, прилетают, чтобы на них посмотрели. Здесь зимуют, осуществляется подкормка. В том числе и все желающие могут зерном прийти, подкормить лебедей, посмотреть, как это происходит. По словам специалистов, птицы пробудут на озере до весны. А для людей к следующему холодному сезону здесь хотят нарастить инфраструктуру. И на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. Напомню, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова